Даже в праздники расслабляться не приходится. Наоборот, внимание к безопасности повышено. Посты охраны усилены в школах и детских садах, домах культуры. Подготовились и на крупных промышленных предприятиях, на заседании антитеррористической комиссии. В администрации города представители заводов и теплооснабжающих предприятий доложили. Усилен пропускной режим, дополнительно проинструктировали сотрудников. Особое внимание к безопасности на площади Куйбышева. Здесь будут усилены наряды полиции. Но проявить бдительность поручено и представителям МП-благоустройства, которые будут наводить порядок. Под присмотром должен быть каждый сантиметр, в том числе конструкции и архитектурные элементы. А на транспортных предприятиях в ближайшие дни проведут тренировки. Водители и кондукторы будут отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях. Повышены меры безопасности и в метро. Метрополитен оснащен комплексной системой безопасности, включающей систему охранно-пожарной сигнализации, систему охранного телевидения, систему управления контролем доступа и мобильной радиосвязи. Охрана общественного порядка и безопасности станций метрополитена возложена на сотрудников отдела полиции на метрополитене. Наряды полиции, несущие службу на станциях метро, экипированы спецсредствами. Усиленный контроль не только на центральных улицах и транспорте. Проверяют каждый чердак и подвал в жилых домах. Активно задействовали в этой работе управляющие компании ИТСЖ. Проводят инструктажи по антистеррористической направленности, на которых особое внимание уделяется местам, которые могут быть использованы как для закладок, такие места, как чердаки, подвалы. Также обращается внимание на бесплатные вещи и автомобили, которые в длительное время осуществляют отстойкость подвораживых домов. Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал к проверке на безопасность дворов и домов подключить управляющих микрорайонами и общественников. Марина Кравцова, Константин Головин. События.